ну точно я все прям насквозь вообще хотя с этой хреновня короче стоит не помню тысячи полторы сколько он стоит а так быстро приходит в негодность полная ерунда за такие-то деньжище блин дождевик я имею ввиду все прям прям вся вообще во все все не просто рукава я прям вся мокрая все но видите кусочки где-то там сухие есть а так все мы пришли и солнышко такое дождик кончился переезжаем они одолели здесь стоять в коридоре орать пищать а воды сколько от них тут уже скоро все по сгниет вообще так перекидываем на новое место теплица дожди на кончился как там улице хорошо хочет вот хочет солнышко выходить но не так вы у нас тут домик в теплице так помидоры еще не додергивали последние эти сообразили уже на сенка туда здесь где-то ну такое приличное им как имела сейчас бросить а руки-то у меня камерой заняты стопыркин и пузики зато видели оперяются пузики как они долго оперяются видишь поклевать тут можно да смотрите видите спины лысый на но переходит уже в расклев на хвостах помидор схватил так создание еще принесет видите ребята большие но пока еще не оперились в сарай я боюсь потому что в сарае сейчас ходит крыса боюсь что сожрет а так-то в сарае было бы тепло поэтому держали в коридоре на сетке под сеткой поставили тазик в том месте где ставили поилка поилка не это было это уличная поилка там другая ну такая детская поилка эти комбикор нашли давайте потому что знаете утки льют и льют и льют они просто сливают просто спускают воду не то чтобы ооо смотрите смотрите да вот как здорово дэнни а утят там четыре штучки еще осталось вот они уже стали подрастать им уже стало тесно есть я их собирают давно нужно было их сюда перетащить это понятно но наступили прям такие холода прям вот эти дожди дожди серые темные дни солнышко вообще никакого и я боялась там даже в теплице будет холодно и они начали дергать у себя пух перья ну понятно когда им не хватает блока не дергают перья это все понятно вот сейчас как раз если сейчас как раз такой момент если у меня куры в землю идите там комбикорме к вам привезли сегодня дорогой думаю сейчас пускай они быстро на витамине с этим дорогим комбикормом ой и вода здесь ой и воду нашли ой смотрите да смотрите как здорово вот на чем остановилась давно нужно было сюда перебросить но холодно прям вот холодно на улице было да я думаю им бы и теплица тут не помогла хотя собрали видите стекла сейчас все сверху стекла накроет услуги тут будет теплица в теплице пока ну что делать кто кто в зиму берет себе учат да никто ну я взяла потому что так сложилось я очень хотела хотела у самой меня не получилось вот и поэтому мне их предложили осенью уже и я согласилась я знала что будут такие трудности что это все знала но ничего справились пока страшного ничего нет далеко у нас не не зашло вовсе они стали же подрастать пусть какие не были маленькие только только родились они стали подрастать вместо им стало мало стекла сюда несут первая причина для раскрыла а вообще самое главное пока они стали только дергать пух вон там можешь поставить почему хватает вот это сейчас опять поведут они делать эти стекла вот это не главная причина прямо к расклеву хотя очень такая важный момент что что им тесно становится от этого начинается одна из причин расстрел но почему у нас началось кончился комбикорм хороший и стала держать их на дробленом зерне все и тут то вот началось они стали першки друг у друга сначала понемножку щипали щипали вот и уже где-то неделю наверно они на этом на дробленом зерне сидели нет поменьше недели потому что как раз неделю назад я была в магазине и видел средства от расклева добавку если у них было бы раньше я купила ее вот и так сегодня у нас поехала купил комбикорм это прям перепелиный насыпала чтобы они сейчас на витамине лишь чтобы у них вот перестал вот этот процесс драть друг у друга перья а так видите все это этого спины уголы сначала естественно это немножко понемножку а потом уже сильно не хватает они поняли что здесь свои сколько свободы то не на сетке же там сидеть здесь вода есть можно плескаться здесь кормушка есть уже поели-попили поели-попили самым где-то понасушишь до взяла сено постелить потому что сейчас ливану уже такой дождик что там вся солома которая была она открылась ну пока им не холодно не спешите вот я пойду сейчас еще остальных принесу я думаю мы вырулим ничего страшного у нас не будет с этим с расклевом я должен прекратиться все принесла еще остальных и смотрите здесь у нас видите какой гигант это с этого же вывода но мне мне отдавали этих птичек у кого-то утки по на выводили вот так вот после мне их отдавали ну кстати какие какие там недоделанные они всегда бывают и раньше у меня когда я держала уток обязательно какой-нибудь маленький недоделан смотрите видите прям вообще да как будто бы и так и не растет вот такой был так и вообще такой остался и бог с ним пускай не страшно но ребята сейчас у вас жизнь пойдет смотрите как здорово сейчас они на этом комбикорме здесь протеина вот не помню то ли 21-23 процента это прям хорошо во всех куриных ну должен быть тоже нормальный но сейчас делают такую туфту сколько 14 аж наверно если хороший будет комбикорм там уже подороже а там 17 этого протеина сейчас такую ерунду делать а в этом в периперином 20 вот не помню то 21-23 21 мне кажется вот они сейчас быстро тут наверстают ну все я пошла то этом брынзу еще делаем тут будут доделывать немножко прям на капельку и сделать поуже чтобы стекло прям так хорошо лежала она и так лежала но чтобы еще чтоб не дай бог не упала немножечко поуже ой страшно он зато здесь как просторно а сейчас потом подергаем эти помидоры и естественно эти городушки уберем они еще здесь ну неделечку им окрепнуть на хорошем комбикорме прямо они красавчики станут вообще сейчас только воду надо будет бегать наливать там с этой банке им сейчас на час на 3 лет а есть прям такие крупненькие хорошенькие прям на все без не видно сразу по кругу даже пугаться некогда по есть той маленький маленький и главное нет бы был бы да какой можно подумать умирающий слабенький нет есть пьет активно хорошо ну вот так и иду сейчас разогреваю молочко ох опять темнеет темнеет и опять передают от я передают дождь с грозой вот сегодня как на и потом потепление будет да потому что когда ты же обычно перед летом это не всегда когда теплый циклон идет сначала холодно а потом встречается холодный циклон с теплым да и от этого вот эти вот грозы мне кажется так вот нас утепление к потом какой-нибудь будет прям сильное что так неестественно так долбил гром прям раскаты не не то что ударит там раз и молния прям долбил 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 вот так вот вообще морской сос нагреваю беру тоже хорошего комбикормка потому что кончился вообще весь муж работал среди муж не поехал не поехал на работу потому что столько дел накопилось вообще вот он съездил уже комбикорм папа закупил потом сейчас съездил в другое место зерна купила размола молотого дробленого козла вот это я уж не знаю будем сегодня резать ты козла будешь резать а когда козла говорит след еще надо было ряда там еще три еще тех больших больших не новеньких маленьких а еще таких вот так сейчас как раз и посмотрим обмена энергией не менее сырой протеин а 21 до 21 процент это нормально хотя можно было наверное побольше а на куринах на куринах на куриных тут вообще вообще они никакие если это сейчас вообще даже пишется а зачем писать до комбикорм по на рационный а такие комбикорма что они вообще не нестись на них перестают полностью даже и не пишут не считают нужным состав ерундовый будет поэтому разбавляя то же самое до полно рационный помидорки из теплицы муж принес муж человек не собираешь дома они у нас быстро портится мы эти помидоры хотим оставить на еду дома не прям очень быстро портится а там не растут смотрите растут на ветках и растут и пускай они все там висят морозов пока у нас не ожидается были уже морозы когда-то там я не знаю когда не в сентябре долбанули и все у нас так обычно там ночь ночь все подпортит и все а потом у нас нормально до ноября допустим не знаю ну в октябре еще тоже будет нормально вот так что пускай они там живут в теплице никому не мешают они там свеженькие очень они там не портится они там растут красивые а сладкие еще привезли много все-таки созрел к вечеру резать козла и сейчас надо было заказа упаковывать сыр нарезать взвешивать и сейчас уже уходить но мы его выковырну козла вот мое дело выковырнуть и подвесим все потому что тяжело будет и одному и двоим ну смысле как тяжело неудобно да что ж такое то как это странно вот 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 Друзьячка, не тебе выковыливать, а? Дай-ка немножко примерить, давай, ооо, ты так задушишь что-ли, сними вот это ошейник из этих одних, а потом оденешь. Иди сюда, вылази, вылази, вылази. Давай, давай, пошли. Ой, что здесь творится? Давай, выходи. Ошейник просто был, с которым всегда резали. Коза потеряла, ооо, красота. Рыжая коза его потеряла, ошейник. Не знаю даже где. Вот, и приходится вот этой вот веревочкой. Хватит? Мало этого. Хватит? Мало этого. Не задавали? Я так вот не знаю sickness. Ух-ху-ху-ху. С hip ladак могат detectать. Ух. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас брынзу переверну, пойду гулять. Минус один. Там еще два козлика, которые большие, которые уже к двум годам почти, да, зимой будет. Таз вон где нашелся. Когда ураганы были, может быть, возле дома стоял с какими-то этими сорвозами, с чем-нибудь там еще. Как его хорошо занесло-то сюда. А то козла нужно было резать еще летом. Алтай ревет. Что-то опять к одной козе прицепились. Спрашивают, а мясо фу, вонючее, а мясо плохое, а мясо какое мясо вкусное и хорошее. Единственное, нужно дождаться, естественно, резать не в гоне козла. Мы когда собирались, вот прям все, я мужу давай-давай-давай-давай резать. Прям все, собираюсь-собираюсь, и они раз у меня. И козы стали приходить в охоту прям аж с начала августа. Я-то думала, может, еще там серединки, пока туда-сюда, одна-вторая, потом через две недели. А они как начали все. Ну и, естественно, козлы пришли в боевую готовность. Алтай, то он сразу, он до этого еще, естественно, стимулирует их. А вот эти вот молодые, нет, они потом, позже включились. И можно было бы их раньше зарезать. Ну все, потом они тоже стали все расписные, морды черные, ноги черные. Вот. Этот был еще так полегче, полегче описанный весь, чем все остальные. Поэтому и сейчас выбрала его, потому что там, потому что там другие похуже. Ну, естественно, мясо молодых козликов, оно будет получше, повкуснее. Но молодых таких в 3-4 месяца мы не режем, начинаем резать, ну так где-то месяцев 6. Ну, это мы. А кто-то убирает и трехмесячных. Все, вырастили немножечко, отпоили молоком. Мы зачем они нужны? Кто-то так делает. Но мне прям со всех молодых вот таких мясо не нравится. Вообще никакое. Как мыло, как, я не знаю что. Как какое-то, ну, не выращенное мясо, не созревшее. Вот, как-то вот так вот. Этих тоже нужно было давно резать. Ну, у нас так получилось, передержали. Я говорю, то одно, то другое. Тех-то резали. Резали их было, их у нас просто такое достаточное количество. Это мы еще до маленьких не добрались. Мы сейчас еще этих будем старых до Нового Года резать. Вот. Но, тем не менее, мясо нормально. Разделывать нужно правильно. Шкуру это снять, что там за драки вообще творятся. Нужно правильно разделывать. Не лапать, не трогать, аккуратно. Не лапать, не трогать эту шкуру. Аккуратно ее снимать. В одних перчатках перчатки потом поменял. Понимаете, чтобы до мяса не дотрагиваться этими руками. Поэтому ставить сюда вода. С холодной водой полоскать какие-то приборчики. Если что-то где-то отрезал там кожу, дотронулся до шкуры. Вот. И теплое, и ведро с теплой водой, чтобы быстренько руки полоскать постоянно. Пошла. Ну вот, слава богу, что сейчас зарезал. Потому что завтра мы уезжаем в Тулупу. Дня нас не будет, мы приезжаем. Это ладно, если мы приедем в четвертом часу. А то в пять и в шесть приезжаем. Это у нее единственный выходной. Я говорю, он сегодня даже не поехал на работу. Потому что накопилось столько всяких дел. И уже вечер, уже время пять часов вечера. Он только начал. Еще уже темнеть, тут скоро начнет. Он только начал резать козла. Потому что завтра бы мы его не зарезали. Потому что мы завтра уезжаем. И все. И опять потом неделю ждать. А потом опять неизвестно, на следующих выходных зарезали бы мы его или нет. А котлеток очень хочется. Вот к чему мы и долгие разговоры. Очень хочется котлеток. Слышал? Я им сказала, я ушла. Если что, звони Деньке там, ребята. Ой, одежда не просыхает. Я же пошла сегодня в том плаще, в дождевике. Насквозь мокрая. Вообще. Прям вообще. Гуляли раньше под дождями. Но там промокало. Где-то у меня был в дождевике рукавчик там немножко драный. Ну, немножко было. Ну, что, прям вообще сейчас вся. Сегодня. Что такое? Ну, или дождик, конечно, вообще был. Ой, ждете? Минус один. Не, вас еще... Я понимаю, тебе хочется так попомогать там. Ой, как бы ты сейчас помог там и папе, да, с козлом. Ой, ты поддержал бы там. Да, сейчас приз вам дадут. Ножки всякие будут тут носиться. Не есть, главное, прятать их тут по этому, по всему огороду. Дай. Помог, помог. Ой, нет, нет, все, мы пошли. Все мокрое. А штаны эти, штаны-то одни такие. Портки зимние. Болоневые. Синтепоновые. Ухо от дырки, если кто-то... Кто-то новенький и зрители. Бирка была, бирка разобхала, болталась прям на маленькой, на таком штучке. Прям вообще все отрывалось. И вот маленький там кусочек оставался на кусочке, на маленьком. Отрезали. Пошли. Пошли.